Курск Сити. 20 лет работаем для вас. Акция Тиранова Аутлет. 5 по цене 3. Берешь 5 вещей, платишь за 3. Тиранова Аутлет. Мы открылись. Одной из задач Курского комитета архитектуры и градостроительства является контроль законности расположения объектов недвижимости, в том числе торговых, и их соответствия в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Курска. Речь на самом деле сейчас о том, что есть в столице Соловьиного края не те строения, за которые они себя выдают. Примером одного из таких нарушений может послужить павильон возле областной больницы, где торгуют выпечкой. Суть в том, что по документам это киоск, ларек. В общем, некая будочка с окошечком, а никак не торговый зал. Куда можно спокойно зайти, что наша съемочная группа и сделала. Далее следующий диалог. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, информационный агент Курс Сити. Мы сегодня были в комитете архитектуры и нам поведали, что данная торговая площадка должна быть киоском. С окошечком. А здесь мы видим, что у вас идет за торговой, потому что я нахожусь в помещении. То есть нам бы хотелось получить комментарий, почему здесь магазинчик, а не киоск. А теперь смотрите следующее. У меня есть руководитель ИПФ Алейфа. Все вопросы к нему. ИПФ Алейфа. Ага. Отметим, что мы заранее сделали официальный журналистский запрос в городостроительное ведомство и получили сперва официальный письменный ответ, а затем смогли и лично пообщаться по данному и другим вопросам, связанными с недвижимостью Курска, с исполняющей обязанности заместителя главы администрации города Курска, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска Ольгой Гранкиной. Комитет по управлению муществом получил официальный журналистский запрос от вашего издания. По нему была проведена комитетом архитектуры воезная проверка, в результате которой действительно было установлено, что на месте ранее существующего киоска установлено новое сооружение, которое по всем своим внешним параметрам соответствует больше критерию павильона, чем киоска, на который у человека есть документы. Поэтому, конечно, в настоящее время данное лицо, которому принадлежало право на размещение киоска, осуществляет свою деятельность с несоблюдением требований, ранее определенным договором на размещение правовыми актами администрации города Курска. Комитетом архитектуры ему указано на необходимость осуществления деятельности в установленном порядке, то есть на сегодняшний день из объекта, который соответствует критериям киоска. В противном случае такой договор должен быть расторгнут, если он не примет меры для осуществления деятельности, как требует его договор. Вместе с тем у него также есть возможность обратиться в специально созданную рабочую группу в администрацию города Курска, которая рассматривает вопросы замены сооружений, расположенных на муниципальной земле, с киосков на сооружение типа павильон. Если члены рабочей группы, изучив технические регламенты, градостроительную обстановку, спрос населения и потребность в тех или иных товарах, сочтут возможным изменить тип сооружения с киоска на павильон, то тогда могут быть внесены изменения в договор на размещение и его деятельность будет осуществляться законно. При этом при смене даже типа своего объекта человек не может самостоятельно придумать, какой объект и где он хочет поставить. Изначально архитектурно-художественный паспорт должен быть им разработан и согласован с Комитетом архитектуры и иными заинтересованными лицами, установленными нашим порядком. Поэтому тот киоск, о котором вы спросили в своем журналистском запросе, на сегодняшний день функционирует с несоответствием требований наших нормативных документов. Коллектив информационного агентства курсксити.ру выражает огромную благодарность Ольге Владимировне Гранкиной за уделенное время и необходимую консультацию. Акция Тиранова Аутлет 5 по цене 3. Берешь 5 вещей и платишь за 3. Тиранова Аутлет. Мы открылись. Курск Сити. 20 лет работаем для вас.